Сельское хозяйство не место для нелегалов. Власти республики намерены закрыть границы для незаконных мигрантов из Китая. Спасительная непогода. Дачникам общества Южное остается надеяться только на дождь. На их участках нет воды. Борьба со спайсами. Абаканские жеки обязали убрать рекламу наркотиков со стен городских многоэтажек. Довольно неожиданное предложение получили сегодня министры республиканского правительства. Виктор Зимин выступил с идеей сблизить власть с народом. Глава министерств и ведомств предложена часть своего отпуска провести в каком-нибудь малом селе. Чтобы на личном опыте прочувствовать, что такое деревенская жизнь. Кстати, селу сегодня были посвящены многие, если не сказать все вопросы заседания правительства. Подробности у Олеси Калиниченко. Совещание Виктор Зимин начал с проблем жителей Ташибы. И без того нелегкую деревенскую жизнь отравляют в прямом смысле этого слова китайские теплицы. Только по официальным данным ежегодно в республике трудится полторы тысячи нелегалов. А в разгар сезона их число достигает четырех тысяч. По распоряжению главы республики в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая должна не пустить китайцев на наши земли. И следующий год, Иван Иванович, я прошу вас лично проконтролировать, чтобы ни одного мигранта на сельхозработах не было. Проблем действительно накопило. И за то время, что иностранцы работают на Хакасской земле, их методы в овощеводстве не изменились. Это по-прежнему использование непонятных химикатов и полиэтиленовых тепличных комплексов, после которых каждый сезон поля и пастбища превращаются в помойку, где травятся коровы. Особенно посмотрите в рамках экологии по тем полям, по тем землям, которые уже брошены. Если есть подтверждение гибели скота, составьте акты. Комиссия имеет право сделать заключение, на основании чего это произошло. И не оставляйте безответственными, кому принадлежит эта земля. Наказать виновных будет непросто. Как правило, земли под теплицей собственники сдают в аренду гражданам Китая, которые сдают их в субаренду и уезжают к себе на родину. Найти концы сложно. Более приятными стали разговоры о местном животноводстве и посевной. Она, по словам министра сельского хозяйства, несмотря на суровые погодные условия и цены на ГСМ, приближается к завершению. Влаги в земле достаточно, есть надежда на хороший урожай. А вот программа развития в республике овцеводства перестала справляться с поставленными задачами. Поголовье мелкого рогатого скота удалось увеличить до 300 тысяч, а планировали до 500. Со следующего года в Минсельхозе будут активно помогать мелким фермерам. Овец, купленных на бюджетные деньги, будут раздавать сельским жителям с условием возврата через некоторое время. Такая схема успешно себя зарекомендовала в Аскизском районе. По этой же программе правительство поддержит и чабанов, которые круглогодично пасут татары. Это будет в рамках программы, мы будем субсидировать строительство уже чабанских избушек, где уже будет в более комфортном условии проживание. Это не будут дома, естественно, это будут избушка, состоящая там спальня и кухня, чтобы это было уже поприличнее немножко. В конце совещания Виктор Зимин вернулся к проблеме малых сел Хакасии. Мы как-то маленько приостановились по работе с малыми поселениями, народ у нас активный и вышли с предложением часть отпуска провести в малых поселениях. После такого предложения в зале на время повезла гробовая тишина. По всей видимости, министры оказались морально не готовы познакомиться с проблемами малых сел настолько близко. Олеся Калинченко, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Сегодня в деле о драке возле киноцентра «Наутилус» появилась новая информация. Следственный комитет озвучил предварительные результаты судебно-медицинского исследования. Напомним, в ночь субботы на воскресенье на крыльце здания произошла словесная перепалка двух молодых людей с тремя отдыхавшими там же парнями. Завязалась драка. Один из участников конфликта сейчас находится на лечении в Абаканской городской больнице. А его товарища нашли мертвым недалеко от киноцентра. Причем без видимых телесных повреждений. Как оказалось, смерть 25-летнего мужчины наступила совсем не от побоев. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной гибели молодого человека стал сердечный приступ на фоне действия алкогольных либо иных токсических веществ. Более точное заключение следователи дадут после дополнительного гистологического исследования. Сезон только начался, но абаканские дачники сообщества Южное уже борются за урожай. На участках попросту нет воды. Причина ни для кого не секрет. Деньги, выделенные на ремонт системы водоснабжения, украл бывший председатель. А вот когда будет вода и будет ли вообще, вопрос остается открытым. В ситуации разбиралась Ольга Стельмах. Вот в таких, на прицепе бочечки. Все, вот у нас запасы, это как золото наше. Это радость наша. И мы ручки стараемся потихонечку, потихонечку уж домой поедем, помоемся, потому что вода – это все. Вода для абаканских дачников стала дороже денег. Здесь ее попросту нет. В начале этого года садовое товарищество Южное прославилось на всю Россию. Бывший ее председатель Анатолий Чучелин в прямом смысле прогулял грантовские деньги. Практически миллион рублей. На эти средства планировали отремонтировать водоснабжение. В итоге на Чучелина завели уголовное дело. Люди же остались без воды. Чтобы помидоры, капусту, что-то высадить, у нас нет воды. И у нас нет возможности. Мы высадим, и труд-то наш уходит куда-нибудь, надеемся на дождик. Спасаем свой труд, когда вода будет неизвестна. Когда будет вода – этот вопрос теперь круглосуточно слышит новый председатель. Его назначили на смену Анатолию Чучелину. На следство перешли и все проблемы. Сгнивший во многих местах трубопровод, сгоревшая электрощитовая. Кто ответит за грехи прошлого руководства на этот счет, мнения дачников разделились. Претензии есть и к новому управлению. Мы это решить не сможем. Если даже все стопроцентно заплатят взносы, нам только на фонд заработной платы хватает. В прошлом году помогло государство? Два миллиона, где оно? Надо ведь этот учет дать денег. А у него в кармане тоже нет. Председатель получает зарплату 16 тысяч. Получает три участка, не платит за это. За телефон, за бензин. Он только принял ее и уже начинает на него бочку валить. Дайте ему возможность. Зарплату себе не взял еще. Сказал, пока не оплачу. Вернее, воду не дам, зарплату не возьму. А то, что воды нет, потерпим. Грантовские деньги не вернуть. Помощь же в этом году может и будет, но явно не в такой сумме. Между тем, для надежной подачи воды необходимы крупные вложения. Это эстакада нашей насосной станции. Оттуда сюда подъем примерно 180 метров. Очень, как видите, крутой склон. Чтобы поднять воду на такую высоту, нужна большая мощность. В наличии же всего один насос. И тот изношенный. Сегодня его пытаются починить. Тем временем люди самостоятельно борются за урожай. Посадки уже уменьшились, урожай уменьшился. Ну и желания уже нет. И не знаешь, бросать, не бросать эту дачу. В Южном сегодня более полутора тысяч участков. Половина из них за прошедшие три года опустили. Из-за проблем с водой люди оставляют дачи. Я не верю в том, что будет вода. Я ушла с этого общества. Поэтому обсуждения уже вопросов не были. Новый председатель пообещал подать воду к началу июня. Но даже в этом случае, как долго будет бежать живительная влага, сроков и гарантии никто не дает. Ольга Сельмах, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. ЖЭК и Абакана должны устранить надписи с предложением приобрести спайс. Напомним, они появились на стенах многоэтажек в апреле этого года. Управляющие компании, обслуживающие эти дома, уже получили соответствующие предписания от управления наркоконтроля. На устранение надписи отводится 10 дней. По своей сути, нанесенные черной краской предложения являются рекламой наркотических средств, что противоречит закону и влечет административную ответственность. Напомним, спайсы – это искусственные наркотики. Они влияют на организм человека в 5-10 раз сильнее, чем, к примеру, марихуана или гашиш. На обслуживании управляющей жилищной компанией города Бакана находится 152 многоквартирных жилых дома. Мы на одном из наших домов обнаружили надпись с рекламой спайса. Сразу же было задание участку нашему производственному выдано. Надпись эту оперативно закрасили. И в настоящее время мы провели работу с нашими любимыми домкомами. То есть предупредили их о том, что в случае возникновения вот таких вот надписей о рекламе курительных смесей необходимо сразу же оперативно сообщить либо в отдел ПТО, либо на телефон диспетчерской службы нашей. Он работает круглосуточно у нас. И в случае возникновения вот таких вот надписей мы оперативно их будем закрашивать. На одной из угольных шахт Хакасии сегодня развернулись спасательные действия. Подразделения республиканского МЧС были подняты по тревоге и переведены в режим чрезвычайной ситуации. Так начались совместные командно-штабные учения. Заходом тренировки наблюдали Юлия Константинова и Владислав Пустовойт. Взрыв на шахте Хакаская. Разрушены производственные помещения под землей и на земле. Есть погибшие и пострадавшие. Конечно, это легенда. Однако, к сожалению, такие трагические ситуации сегодня не редкость. Поэтому в масштабной тренировке задействованы и специалисты медицины катастроф и диспетчеры предприятия, кроме подразделения МЧС. Группировка сил порядка 900 человек. Это помимо того, что здесь находится, второй эшелон находится в резерве и 102 единицы техники. Применялись самые современные технологии, использовались мобильные средства связи и новейшее оборудование. Это гексокоптер – дистанционно пилотируемый аппарат, который в Хакасии уже использовали во время разведки ледовых заторов. Теперь и на угледобывающем предприятии во время режима ЧС. 28 лет Юрий Адамов несет службу в военизированном горно-спасательном отряде. В переделках рассказывает побывал серьезных, особенно на кимеровских шахтах, к примеру, Распадской. Пожар, которая большая температура, ну, как в печке. Представляете, печка горит, и люди идут туда. Тогда, в 2009-м, погибли не только горники, но и три отделения горно-спасателей. Так что риски большие. Может произойти взрыв того же метана или угольной пыли. Шахту могут затопить грунтовые воды. Может образоваться завал, пожар. Сегодня смоделированные тушили и на поверхности, и в шахте. Правда, журналистов туда не пустили слишком опасно. Этот риск для Сибири является достаточно насущным. Для двух субъектов округа – это Кемеровская область и Республика Хакасия. Если, к сожалению, на территории Кемеровской области у нас есть достаточно большой опыт ликвидации последствий таких чрезвычайных ситуаций, то в этом году принято решение на проведение учений на территории Республики Хакасия. Учения проводились по плану Сибирского регионального центра МЧС России. Сегодня отрабатывалась практическая часть. Завтра – тренировка по гражданской обороне, после которой будет дана оценка готовности всех служб Хакасии к ликвидации чрезвычайной ситуации на угледобывающем предприятии. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакасия. Коммунисты определились с кандидатами на выборы всех уровней. Сегодня представители Хакасского регионального отделения КПРФ назвали имена претендентов. Но официально кандидатуры будут утверждаться на партийной конференции в июне. В предстоящей предвыборной кампании коммунисты Хакасии будут делать ставку на молодежь. Так, партийный список по Абаканскому городскому округу возглавит Валентин Коновалов. Он руководитель юридического отдела Хакасского регионального отделения КПРФ. Владимир Керженцев первый в списке по общереспубликанскому округу. А на должность главы республики коммунисты предложили Игоря Чунчеля, депутата Верховного Совета Хакасии. Как признался сам Игорь Владимирович, для него предложение оказалось весьма неожиданным. В ближайшее время отделение партии приступит к разработке предвыборной программы. Она будет строиться на основе программы Центрального комитета партии. Основными пунктами станут решение проблем сельского хозяйства и сферы ЖКХ, снижение тарифов для населения. Есть еще коренные вопросы. Стоимость электроэнергии, стоимость угля. Здесь есть решение вопроса. Конечно, нужно принять закон. Вот, допустим, в Санкт-Петербурге принят закон 14% от среднего дохода семьи за ЖКХ. Федеральный норм 22%. Москва приняла 10%. В нашей программе написано 10%. Кстати, первым шагом будет, ну, установим 10% за услуги ЖКХ. Так, как говорит наша программа федеральная, так будет и в нашей программе записано. Прошедший накануне ЕГЭ по русскому языку отметился неприятным инцидентом. Ученицу абазинской школы выгнали с экзамена. Теперь выпускнице придется сдавать тестирование в резервный день. Девушка попыталась воспользоваться мобильным телефоном, после чего ее удалили из кабинета. Нарушительница учится на одни пятерки, поэтому в Министерстве образования республики уверены, что экзамен она сдаст. Напомним, в этом году в Хакассии ЕГЭ сдают больше 2500 человек. Второй обязательный предмет – математику. Выпускники будут сдавать 3 июня. Всего в республике пройдет тестирование по 13 общеобразовательным предметам. В лидерах – общество знания. Его выбрали больше половины аттестующихся. Затем идут физика, биология и история. Кроме того, повысился интерес к литературе и иностранным языкам. По сравнению с прошлым годом, эти предметы выбрали в 7 раз больше выпускников. Добавлю, что в течение всего периода проведения ЕГЭ в Министерстве образования и науки Хакассии работает горячая линия. На вопросы выпускников и их родителей специалисты ответят по телефонам, которые сейчас на экране. Ситуация с обеспечением кадрами лечебных учреждений Хакассии начала улучшаться. За прошлый год в республику прибыло 76 врачей. Большинство пожелали работать в сельских территориях. Таким образом, на сегодняшний день в Таштыбском, Алтайском и Бейском районах нет вакантных должностей. По мнению властей, немаловажным фактором решения кадрового вопроса стала социальная поддержка медработников. Напомню, молодым врачам выплачиваются так называемые подъемные, единовременная компенсация в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, впервые трудоустроившиеся специалисты получают 150 тысяч, а также имеют право на строительство, приобретение квартиры, либо компенсацию за аренду жилья. На улицах городов и сел сегодня можно было встретить людей в зеленых фуражках. 28 мая – день пограничника. К тому же сегодня юбилей. С момента образования пограничной службы страны прошло ровно 95 лет. Репортаж Виктора Лушникова. Сюда, к памятнику воинской славы, 28 мая ежегодно приходят те, кто служил на границе. В одном строю ветераны и молодежь. Всех объединяют зеленые фуражки. В Хакасии, по данным республиканского венкомата, около тысячи человек охраняли рубежи нашей Родины. Один из ветеранов – Владимир Подвойский. Он был заместителем командира заставы в 70-е годы на границе с Афганистаном и Пакистаном. Вспоминает, что как раз на их участке проходила тропа наркокурьеров. Одного я тоже сам лично задерживал с пятими солдатами на ручке. Ну, мне было 35 лет, ему печатли. И он хорошо приемы знает, и мы, значит, не хуже их. До того уже докидали, что, значит, мы уже обессильны оба, значит, и все-таки я его не пустил. Те, кто пришел охранять границу уже в 21 веке, тоже вспоминают о сложностях службы. Только нарушителей задерживали в основном за контрабанду различных товаров. Особенно напряженная обстановка складывалась на Дальнем Востоке. У нас постоянная боевая тревога, постоянно в боевом положении, то есть как бы, ну, служба не из легких, поэтому мы и гордимся своей зеленой фуражкой, поэтому каждый год собираемся дружно. Взаимовыручка очень большая, даже вот непосредственно на гражданке встречаемся, по работе где-то взаимодействуем. Всегда вот во всех сферах практически есть пограничники, и друг друга всегда помогаем, поддерживаем. То есть как таковое братство, оно есть, было и будет. В честь юбилея ветеранам-пограничникам из Хакасии вручили благодарственные письма. В память о погибших к Вечному огню возложили цветы, а в завершение митинга ветераны погранвойск пожелали удачи и мирной службы тем, кто выходит в наряд сегодня. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Весть Хакасия. Саиногорск отметил День Пограничника весьма символично. В юбилейную годовщину возле одной из школ установили настоящий пограничный столб. Памятный знак привезли из Тывы, он стоял на границе с Монголией. Сегодня занял место у третьей школы. Это образовательное учреждение выбрали не случайно. Оно носит имя пограничника, героя России Сергея Медведева. За три дня мы его восстановили. Сегодня он есть возле школы номер три, где существуют кадетские классы. Я думаю, что это как раз то место, где вот чтут и будут чтить и помнить пограничные все вот эти вот законы. Практически 30 лет у саиногорских пограничников не было места, где бы они собирались в свой праздник. Впрочем, еще в середине 80-х такой же столб стоял в одном из микрорайонов города Металургов. Затем бывшие служители заставы каждый год встречались у местного ДК или у администрации. Между тем, Саиногорск тоже своего рода граничная точка. Еще в 18 веке, за сотни лет до образования самого города, императрица Екатерина обозначила здесь рубеж российского государства. На этом наш выпуск завершен. Напомню, телефон редакции 22 72 82. Мы ждем ваших звонков. Приятного вечера и до свидания.